Заметки электрика Многие из вас писали, что нужно было проводить проверку устройств не кнопкой тест, как я делал, а с помощью прибора, как бы на непосредственно самой нагрузке. Поймите, что для нашего случая разницы нет. Мы проверяли работоспособность УЗО и ДИФ автоматов именно в момент их срабатывания, а не уставку срабатывания. И нам не важно было, как вызвать это самое срабатывание. Кнопкой тест или с помощью прибора результат один. Возникает ток, при котором устройство срабатывает. А дальше, уже после срабатывания, мы видели, что схемы некоторых устройств выполнены таким образом, что питание катушки у них осуществляется с разрывом через силовые контакты. И если поменять местами вводные клеммы, как я и сделал, то при срабатывании катушка отключает устройство, но сама остается, видимо, под напряжением, что и приводит к выходу ее из строя. Ну, видимо, она не предназначена для длительного прохождения через нее тока. Теперь поясню, что я собираюсь делать сегодня. Во-первых, проверю уставки и время срабатывания у оставшихся в живых с прошлого эксперимента устройств. Как при подключении сверху, так и при подключении снизу. Вот здесь как раз таки и будем проверять устройство с помощью специального прибора МРП-200. Во-вторых, проверю уставки и время срабатывания устройств при изменении полярности. То есть поменяем местами фазу с нулем. Произведем проверку при питании устройств как сверху, так и снизу. Очень интересный момент, да и вопросы по этому поводу задаются регулярной периодичностью. Вот и выясним, влияет ли полярность на работоспособность УЗО и ДИФ-автоматов. Начнем с ДИФ-автомата ВДТ-32 ОТЭК. И будем делать с ним 4 манипуляции. Первое это будет у нас питание сверху, полярность соответствует обозначениям на ДИФ-автомате. То есть вот у нас приходит питание. Красный фаза, синий 0. Все соответствует обозначениям на корпусе. То есть вот у нас единица, это фаза. Вот фаза. Н0. Нагрузка у нас подключена к нижним клеммам на розетку. Да, кстати, в одном из видео, где я как-то проводил проверку УЗО или ДИФ-автоматов, уже не помню, мне много вопросов задавали вот про вот этот проводник. Что это за проводник, который идет от нуля, причем питающего нуля, на розетку. Это схема для испытаний, для того, чтобы имитировать ПЕ-проводник. То есть по сути я сделал здесь зануление, чтобы я мог своим прибором МРП-200 произвести какие-либо измерения. Потому что здесь особенность этого прибора заключается в том, что без ПЕ-проводника он замеры не производит. И чтобы мне осуществить замеры, соответственно, я делаю как бы зануление. То есть вот этот проводник, он идет по сути на вот эти заземляющие контакты. Это чисто схема для испытаний. Так делать в существующей электропроводке запрещено. Зануление у нас запрещено. Так, данный дифавтомат у нас имеет тип А. Так, здесь выставляем режим измерения дифференциального тока. Выбираем значение 30. У нас же здесь 30. 30 мА вставка. И выбираем. Ну, сначала начнем с синусоиды. 23,9. Давайте проверим его обратной полярностью. Синусоидой. 23,9. Проверим время его отключения при однократном токе. 18 миллисекунд. Отлично. Двукратный ток. 16 миллисекунд. И 5-ти кратный ток. 18, 16, 16. Данный дифавтомат, я уже говорил, что имеет тип А. Но сейчас, чтобы не тратить время, потому что если я сейчас буду производить измерения синусоида, обратной синусоидой, затем пульсирующий постоянный ток прямой и обратной полярности, потом с постоянной составляющей 6 миллиампер, потом чисто постоянный ток, и еще при каждом режиме проводить измерения трех времени, однократный, двукратный, пятикратный, то это займет, соответственно, много времени. Теперь проверим, как будет работать наш дифавтомат при изменении полярности со стороны питания. Здесь я ничего переключать не буду. Я буду переключать на питающие вилки. Фаза у нас была здесь. Видите, ничего нет. Сейчас фаза у нас здесь. Вот она. Так, включаем дифавтомат. 23,9. Также обратная полярность. 23,9. Так, проверяем время срабатывания при прямой полярности. Вот однократная. 18 миллисекунд. 2-х кратный. 16 миллисекунд. И 5-х кратный. 16 миллисекунд. Сейчас переносим питание на нижние клеммы дифавтомата. Вот снизу завел питание. Вот фаза. Ноль. На нижние клеммы. Нагрузку подключил с верхних. Итак, включаем наш диф. Прямая синусоида. Поехали. Опа! 18,1 миллиампера. Было 23,9. Ну-ка, обратную полярность. Также 18,1. То есть ток срабатывания у нас немножко уменьшился. Давайте время. Так, прямую синусоиду ставим. Чтобы было везде все одинаково. И измеряем время. Включаем. 9 миллисекунд. Вот это да. Время тоже уменьшилось практически в 2 раза. Поменял полярность на вилке питания. Вот сейчас у нас справа фаза. Здесь у нас ноль. Итак, включаем наше устройство. Делаем прямую синусоиду. Так, и поехали. 19,6. Так, обратную. 19,6. Давайте измеряем время. Выставляем прямую. Так, поехали. Так, поехали. 9 миллисекунд. Двухкратное время. Двухкратный ток, вернее. 9 миллисекунд. Так, и пятикратный. 9 миллисекунд. Вот такие у нас получились значения. Еще раз напоминаю, первая строчка, это у нас правильное подключение на верхние клеммы устройства при соблюдении фазы нуля в соответствии с заводским обозначением. То есть, вот получились такие у нас параметры. Вторая строка, это у нас правильное подключение, но мы поменяли местами фазу с нулем. То есть, как видите, здесь изменений никаких не произошло. Результаты абсолютно одинаковые. Третья строка, это мы сделали питание снизу при правильном подключении фазы нуля на клеммы. И здесь вот мы видим, значение у нас немножко уменьшилось на 5, почти 6 миллиампер. А также мы заметили, что при всех кратностях тока, однократный, двукратный, пятикратный, у нас было одинаковое время срабатывания 9 миллисекунд. Что практически в два раза быстрее, чем при правильном подключении. Четвертая строка, это мы поменяли местами при питании снизу, поменяли местами фазу с нулем. И, как видим, здесь немного наблюдается увеличение тока срабатывания на 1,5 миллиампера. Время у нас также осталось 9 миллисекунд. А следующим у нас будет шнайдеровское УЗО, EZ9. Подключена она абсолютно правильно. Вот фаза. Вот ноль. И нагрузка снизу. Итак, поехали. 23,9. Отлично. Меняем полярность. Синусоиды. 23,9. Отлично. Ставим однократный ток. Прямая синусоида. Время срабатывания. 39 миллисекунд. Ого. Двукратным током. 20 миллисекунд. И пятикратным током. 19 миллисекунд. Так, сменил на источники полярность. Теперь, видите, здесь у нас ноль. А здесь у нас фаза. 23,9. 23,9. Также. 23,9. Обратная синусоида. 23,9. Ставим прямую синусоиду. И измеряем время при однократном токе. 39 миллисекунд. Двукратный ток. 20 миллисекунд. И пятикратным током. 18 миллисекунд. Так, теперь питание подключили снизу. Здесь у нас фаза. Это ноль. А нагрузка подключена к верхним клеммам. Итак, смотрим. 23,9. Сменим полярность синусоиды нашей. 23,9. Измеряем время при однократном токе. 35 миллисекунд. Двукратный ток. 19 миллисекунд. И пятикратный ток. 17 миллисекунд. Теперь сменил полярность на источники питания. Здесь у нас была фаза. Сейчас ноль. И здесь у нас фаза. Поехали. Поехали. 23,9. Обратная синусоида. 23,9. Прямую синусоиду. Однократный ток. Время. 35 миллисекунд. Двукратный ток. 19 миллисекунд. 17 миллисекунд. Как видите, здесь получились следующие значения. По току срабатывания абсолютно никаких изменений нет. По времени можно условно сказать, что тоже изменения у нас здесь минимальные. То есть, как видите, 39, 20, 18 миллисекунд. И в третьем, четвертом случаях 35, 19, 17. То есть, разница очень и очень незначительная. Вот у ЭК разница была более ощутимая. По срабатыванию разница была значительная в 6 миллиампер. И по времени срабатывания в некоторых случаях даже в два раза. Здесь Шнайдер более стабилен. Ну, посмотрим, как покажет себя наш китайский крепкий орешек. Итак, наш Томзн. Питание сверху. Фаза 0. Вот у нас фаза. Нагрузка снизу. Итак, включаем. Прямая синусоида. Поехали. 23,9 миллиампера. Так, обратная полярность. Отлично. Ставим прямую синусоиду. Так, и время. Однократный ток. 19 миллисекунд. Так, двукратный ток. 19 миллисекунд. И пятикратный ток. 19 миллисекунд. Поменял полярность на источнике питания. Вот здесь была фаза. Сейчас фаза стала здесь. Итак, пробуем. 23,9. 23,9. Время. 19 миллисекунд. Двукратный ток. 19 миллисекунд. И пятикратный ток. 19 миллисекунд. Абсолютно без изменений. Подключил питание снизу. Здесь у нас фаза. Так, диф автомат включен. Поехали. Так. Обратная синусоида. 23,9. Так. Однократный ток. Вот здесь у 27 миллисекунд. Абсолютно без изменений. Было у нас 19. Так. Двукратный. 6 миллисекунд сразу. С 27 на 6. Ну, давайте пятикратный. 5 миллисекунд. Вот как. Изменил полярность на источнике питания. Видите, здесь сейчас ноль. Здесь у нас фаза. Итак, пробуем. 23,9. Обратную синусоиду. 23,9. Так. Ставим прямую синусоиду. И время при однократном токе. 27 миллисекунд. Сейчас будет, наверное, 6 миллисекунд. 6 миллисекунд. И будет 5 миллисекунд. 5 миллисекунд. Ну, китайский товарищ нас опять удивил в приятном смысле этого слова. То есть, абсолютно неважно, с какой стороны было бы подключено питание. Абсолютно неважно, где была бы фаза, где была бы ноль. Ток срабатывания устройства. Ток срабатывания устройства абсолютно одинаковый. 23,9 миллиампер. Ну, а время немножко разнится. При подключении сверху у нас время 19,19,19. При подключении снизу 27. И тут вот резкий какой-то провальчик. Сразу с 27 на 6 и, соответственно, 5 миллисекунд. Ну и в дополнение давайте проверим уже аналогичным путем электромеханическое УЗО. от Hager. Питание сверху, вот фаза. Это ноль. Поехали. 21 миллиампер. Давайте обратную полярность. Синусоиды. 21 миллиампер. Кстати, Hager у нас тоже имеет тип А, как и первый АВТТ-32. Ну, мы его проверим чисто как тип АС по синусоиде. Так, время. 27 миллисекунд. Двукратный ток. 25 миллисекунд. И пятикратный ток. 9 миллисекунд. Поменял фазу с нулем на источники питания. Сейчас фаза у нас вот здесь. Вот она. Поехали. 21 миллисекунд. Также обратная синусоида. 21. Время однократным током. 27. Двукратный ток. 25. И пятикратным током. 9 миллисекунд. Абсолютно одинаково. Питание снизу. Питание снизу. Фаза. С левой стороны. Фаза это у нас. Это 0. 21. Обратная полярность. Синусоиды. 21 также. И время при однократном токе. Опа. Здесь немножко меньше. 19. Было у нас 27. Отлично. Так. Двукратный ток. 16. 19. 16. И пятикратный ток. 14. 19. 16. 14. Сменил полярность. Вот теперь у нас здесь фаза. Здесь 0. Включаем. Поехали. 21. Обратная синусоида. 21. Время при однократном токе. 19. Время при двукратном токе. 16. Пятикратный ток. Наверное, будет 14. 14 миллисекунд. Вот такие у нас получились значения у Hager. Как видим, ток срабатывания никак не зависит у нас от стороны питания устройства и полярности источника питания. Но здесь, если питание у нас подключено сверху, время 27.25.9. При подключении снизу время немного меньше. Какие выводы мы можем сделать по результатам полученных измерений? А выводы такие, что с какой бы стороны ни было питания, сверху или снизу, как бы ни была подключена фаза или ноль на клеммы устройств, по большому счету у нас параметры срабатывания всех устройств были в норме и соответствовали ГОСТу. О чем можно сказать, что данные устройства годны к эксплуатации. Тем не менее, хочу в заключении добавить, я вам настойчиво советую, настойчиво требую, чтобы вы всегда подключали устройство так, как требует производитель. А данные эксперименты я провожу лишь с целью технического интереса и любопытства, чтобы еще лучше узнать принципы работы УЗО и ДИФ-автоматов при различных ситуациях, в том числе и при различных ошибочных подключениях. На этом, пожалуй, все. Вот такое получилось видео. Если оно вам было полезно, если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди будет много еще всего интересного. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Также не забывайте про мой инстаграм. Там я выкладываю довольно часто различные сюжеты по своим рабочим моментам, показываю свои будни. Интересные ситуации, короткие видеосюжеты, которые не попадают на просторы Ютуба. Также не забывайте присоединяться в наш дружелюбный чат электриков в Телеграме. Там мы ежедневно обсуждаем различные интересные электротехнические темы. Вот, в принципе, на это все. Всем спасибо за внимание. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok